Спасибо за 3к на канале. Небольшими шажками, но мы смогли добиться этой цифры. Это не 10к, не 50, и уж тем более не 100, но я очень рад, что вы остаётесь с нами. В будущем будет только лучше. Приветствую всех. С сегодняшнего дня на канале Крэмбл Фильмс редко, но метко будут выходить новостные ролики, связанные со всеми грядущими проектами этого канала. Не будем терять ни минуты, начнём. Во-первых, стоит начать с того, что канал уже как не один месяц назад был переименован с Крэмбла на Крэмбл Фильмс. А это значит, что я решил перейти полностью на тематику Машинимы, не отвлекаясь на другие сторонние темы. И только поэтому роликов на канале в последнее время не наблюдается. Также, теперь с уверенностью могу заявить, что в Крэмбл Фильмс будут выходить не только мои проекты, но и проекты моих товарищей, которые работают вместе со мной. О том, кто и что сейчас снимает, сегодня и пойдёт речь. Начнём, пожалуй, с наболевшего. Работы над сиквелом Лего Человека-паука идут полным ходом. Сценарий к проекту был дописан ещё в начале марта. Интересен тот факт, что сценарий первой части составил всего-навсего каких-то 13 страниц. Из них две страницы заняло на титры и описание сцен после титров. То есть, фактически, основная часть вышла на 11, когда сценарий ко второй составляет 46 страниц. Но не стоит пугаться таким цифрам. Сиквел не будет идти в 4 раза дольше первого фильма. Напомню, первая часть идёт 30 минут, вторая же шла бы целых 2 часа. Но нет. Хронометраж второй части будет около часа с небольшим. А такое большое количество страниц объяснимы тем, что в сценарии много описания сцен. Что касаемо самих съёмок. Как оказалось, больше половины всего фильма займут хромакейные сцены, то бишь на зелёном фоне. Да-да, косим под Голливуд. На самом же деле, эти сцены необходимы только для того, чтобы показать персонажей в помещениях. В Аскорпе, Доме Паркеров, Доме Курта Коннорса и так далее. Все экшн-сцены будут сниматься на просторах самой игры. Да-да-да, наверняка всем просто-напросто плевать на всю ту информацию, что я говорил ранее. Всех интересует только один вопрос. Когда же уже сам фильм выйдет? На данный вопрос ответить сложно, ибо бывают дни, когда работы не идут вовсе, или идут, но очень медленно. Также не только от одного меня зависит скорый выход проекта. У меня также есть некоторые сложности с озвучкой, которые нужно решать. Поэтому, когда точно выйдет фильм, сказать очень сложно. Единственное, когда выйдет финальный трейлер к фильму, знайте, что фильм уже практически готов. Первый проект, который выйдет спустя месяц после выхода Лего Человека-паука экспериментального проекта, станет сольный фильм о Капитане Америка. Проектом займется один из моих товарищей. То есть, фактически, это будет первый проект, снятый не мною. На данный момент вышел первый тизер-трейлер к нему, который вы уже можете посмотреть на этом канале. Сценарием занимался сам режиссер и один из наших сценаристов, с которым, к слову, мы работаем над сценарием к нашему первому сериалу. Что касаемо самого сценария Капитана Америка, то он описан, но сейчас дорабатывается мною. К сожалению, со съемками вышли небольшие трудности. Фильм был практически полностью снят. Но из-за проблем с компьютером все пропало, поэтому пришлось переснимать все с нуля. Выходил и первый официальный постер к проекту, на котором четко можно понять, кто станет одним из главных антагонистов картины. А именно Барон Зема. Также в картине появятся и другие враги окружения Капитана Америка. Но оглашать всех остальных мы пока не будем. Также пару слов о сериале, речь о котором заходила ранее. Проект будет являться спин-оффом к фильму Лего Человек-паук и экспериментальный проект. И будет являться неким продолжением истории. Но оглашать название я пока не буду. Ибо это может оказаться спойлером к событиям самого Паука. Могу сказать лишь то, что первая серия выйдет сразу же после выхода сиквела Пауке. Чтобы зритель мог сразу увидеть конец одной истории и начало другой. Второй проект, которым буду заниматься не я сам, станет сольный фильм о Соколином Глазе. События данного фильма развернутся за пару лет до событий первого Паука. То есть, фактически по хронометражу, это будет первый фильм во вселенной Лего Марвел Мувис. Основной сценарий написан, но он еще будет дописываться. Ибо история на данный момент слишком прямолинейна. И ее нужно как-то разбавлять. Главным антагонистом фильма выступит высший ученый. Лидер организации АИМ. Также в фильме стоит ожидать появления Черной Вдовы. В фильме они только начнут свои дружеские отношения. О подробностях сюжета пока нет смысла рассказывать. И завершим наш ролик проектом о Железном Кулаке. С которым, грубо говоря, сейчас большое затишье. Режиссер данного проекта не выходит на связь. Ничем не делится и чем он занимается на данный момент, нам также неизвестно. Фильм снят, но у него большие проблемы с озвучкой. Поэтому, те, кто ждет его, ответить на вопрос, когда же он выйдет, мы не сможем. На этом все. Те, кому действительно интересны наши проекты, то подписывайтесь в первую очередь на наш паблик во Вконтакте. Ибо все самые свежие новости публикуются именно там, а не здесь. Например, вот в этом ролике я вообще огласил новость, которая публиковалась в группе еще полгода назад. Ну и на канал также подписывайтесь. Активность нам никогда не помещает. Спасибо, что вы с нами. Удачи!